Рубрика Аполгет смотрит и в этой реакции мы продолжим наш анализ популярных мусульманских аргументов и возражений против христианства так что присоединяйтесь к нам делитесь этим видео с друзьями и пишите ваши мысли в комментариях готовы поехали почему к примеру вот у мусульман большая претензия к примеру христианам мы же говорим как им вы дайте нам Евангелие от Иисуса Евангелие кому было дано Иисусу мир ему да то есть Иси Алиса они говорят вот вам от Иоанна от Марка от Матфея от Иисуса нам дайте нам зачем Марк Матфей Лука там и так далее нам нужен Иисус ему было дано не им же потом еще там послание куча деяния апостолов написали кучу книг они говорят они бога вдохновленные то есть это Ильхам говорит мы не спорим в том то и дело что это Ильхам а в нем могут быть ошибки а нам нужно откровение мы на откровение только можем опираться а христиане они этого не понимают у них нету различия между откровением и вдохновлением и так давайте примем его аргумент всерьез хотя это сделать несколько сложно и посмотрим что из него следует то есть мы должны считать надежными и достоверными только те книги которые являются автобиографическими хорошо давайте последнем дальше за этой логикой кто написал Коран кто его записывал Коран не спасавался пророку Мухаммеду частями в течение 23 лет сам Мухаммед был неграмотным то есть он не мог не читать не писать Коран записывали со слов пророка около 40 его сподвижников но по логике этого мусульманина мы должны доверять только тем книгам которые являются автобиографическими а это значит что мы не можем доверять Корану дайте нам Коран записанный самим Мухаммедом зачем нам Коран записанный Абубакром Усманом Умаром и другими его сподвижниками все уже на этом можно было бы заканчивать реакцию просто потому что такая логика является абсурдной и удивительно как много людей вообще могут в это верить а как насчет истории ислама как насчет хадисов история в целом редко является автобиографической подавляющее большинство наших знаний о мире мы черпаем не из автобиографии как насчет любых учебников истории например чаще всего эти учебники являются результатом исследований историков которые сами не были участниками описываемых ими событий делает ли это их труды ненадежными нет потому что есть исторические источники есть показания очевидцев или тех кто знал очевидцев есть исторические критерии на основании всего этого и многие других факторов и строятся исторические выводы допустим Иисус Христос Бог решил что он хочет передать свое послание Евангелие через своих учеников почему он не мог бы этого сделать ему не хватило бы могущества для этого он не смог бы правильно им объяснить свои слова или сохранить свое слово мы не можем налагать свои произвольные рамки и ограничения на Бога если Бог решил действовать в этом мире через людей и он захотел чтобы именно они передали его послание то кто может запретить ему осуществить подобное далее мы не можем просто отбросить свидетельство очевидцев или тех кто знал очевидцев или вообще любые показания претендующие на достоверность просто на основании того что нам они не нравятся по какому-либо нашему критерию мы должны проверить эти источники на подлинность и уже тогда делать вывод и Евангелие выдерживают проверку канонические Евангелия были написаны в первом веке они отражают исторические реалии того времени и содержат даже источники которые датируются еще раньше чем сами Евангелие то же самое можно сказать и о посланиях Павла например в первом коринфянам 15 3 и далее Павел цитирует устную вероучительную традицию которая по мнению большинства исследователей нового завета восходит к первым пяти годам после распятия Христа не христианские источники совпадают с христианскими и в целом не противоречат им тацит подтверждает основные факты нового завета такие как смерть Христа при понтии пилате в иудее примерно в тридцатых годах гонение на христиан и так далее плене младший говорит о том что иисусу поклонялись как богу первые христиане иосиф лавий говорит о христе и о его брате иакове есть множество других аргументов в пользу достоверности евангелий и того что их писали очевидцы например непреднамеренное совпадение это когда разные евангелия дополняют и подтверждают друг друга в косвенных деталях например в марка 3 главе 17 стихе иаков и иоанн названы сыны громовы но нигде не указано почему но евангелие толкин в 9 главе 51 стиха и далее рассказывается история как иаков и иоанн хотели уничтожить огнем самарианское поселение эти две истории дополняют и подтверждают друг друга хотя записаны в разных евангелиях и в разном контексте евангелиях полно упоминаний верных исторических и археологических деталей даже частота использования имен указывает на их достоверность в нашем недавнем подкасте с питером вильямсом мы обсудили раз гораздо больше аргументов в пользу достоверности евангелий ссылку можете найти в описании к этому видео опять же именно поэтому это лучшие источники об историческом иисусе по мнению всех профессиональных исследователей и историков нового завета будь то атеистов или скептиков как подчеркивает новозаветный библеист краих эванс все связывают о том что канонические евангелия от матфея марка уки и от иоанна это лучшие источники для понимания исторического иисуса новозаветные евангелия основаны на рассказах очевидцев и точно и аккуратно описывают учение жизнь смерть и воскресение иисуса именно поэтому было бы абсурдно брать за основу для понимания иисуса коран и учение мусульман которое появилось лишь 700 лет спустя после христианства вместо своих очевидцев учеников иисуса и учеников учеников иисуса евангелиям которые были записаны в первом веке в течение первых двух поколений после христа наконец в конце он пытается навязать христианам исламскую идею ильхама некоего божественного внушения и что это не то же самое что откровение и так далее все это не имеет никакого отношения к христианству христианстве под богодухновением подразумевается тот факт что книги которые были написаны под богодухновением то есть под вдохновением божьим и являются божьим откровением это именно то что бог хотел нам передать как пишет апостол павел все писание богодухновенный полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен божий человек ко всякому доброму делу приготовлен и как писал апостол петр и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда сердцах ваших зная прежде всего то что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою ибо никакое пророчество не было произносимо по воле человеческой но изрекали его святые божьи человеке будучи движимы духом святым в данном тексте автор говорит что святой дух был вовлечен в написании текста движимы буквально переносимый или унесенный таким образом пророки говорившие откровение от бога были направляемы духом святым поэтому и слова были словами божьими и это является божьим откровением и так мусульмане перестаньте навязывать христианству свои критерии и прежде чем откинуть евангелие от матфея марка луки и она попытайтесь их исследовать проверить их показания как подчеркивал библеист глисон арчер получивший докторскую степень в гарвовском университете я цитирую по мере того как я анализировал одно предполагаемое расхождение за другим и изучал кажущиеся противоречия между библейскими данными и доказательствами из лингвистики археологии или науки моя уверенность в достоверности священного писания все более подтверждалось и укреплялась друзья надеюсь вам понравилось это видео если вы хотите видеть больше подобных реакций а также самим участвовать в выборе материалов для них то вы можете стать нашими патронами на патреоне что открывает доступ ко многим интересным бонусом и тем самым вы поможете нашему служению существовать и дальше пусть бог вас благословит